Доброго времени суток, уважаемые зрители! Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет! И Антоха. Всем здорово! Как вы видите, здесь какие-то изменения произошли. Если мой скин обычный, как был, так и остался, то со скинами Антохи и Димона прошли изменения. Ребят, я серьезно говорю, я ничего не шаманил. А теперь мы зашли и почему-то скины. Блин, опять я забираю. Зараза, а где отсюда? Дикое животное. Это странно. Дело в том, что для того, чтобы отображались эти скины, нужно было модельки себе закинуть на компьютер. Я не понимаю, может это какая-то синхронизация идет с севером каким-то все равно. Или поставить какой-то патч сервер. Кстати, тут, да, тут есть какое-то взаимодействие с каким-то глобальным сервером. Потому что на Рождество, когда я записывал, сундуки были в форме подарков. И это, кстати, на вводной серии видно. Значит, похоже, это Майкрософт что-то химичит. Это ж теперь Майкрософт предоточен? Ну да, значит, какой-то там... Майкрософт и этот, что-то я отстал. Ну он купил Майнкрафт. Ну да. Вот, твари, вот алочные свиньи. Почему? Бизнесмены. Я бы... А ты думал, это бездна вообще, дефективная. За сколько он там купил? За полтора миллиарда? Ну почти около двух где-то, да. Ну, не будем считать чужие деньги. Факт-факт, что... Не будем, будем. Димон любит считать чужие деньги. Да он любит вообще все чужие. Кстати, у Димона скин даже соответствующий его натуре. Он так, аще это было поняло. Помнишь, мы как говорили, что Димон... У него даже глаза красные, смотри. Если сильно много золота будет, то он превратится вот в того скелета. О, Антоха, посмотри на меня сейчас. Вот, смотри на меня. Вот, вот видишь меня, да? Да. Видишь, у меня получится рот, да, такой? Да, да. Смотри, я вот наверх поднимаю и он... Смотри. Вот, смотри. На ящик... Я вижу, 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 да. Смотри. А теперь... Привет. Где там зрители? А ну, где там, смотри на меня. Видишь на меня? Да, смотри. Зарители, привет. Да, да, да. Детский сад. Блин, не сильная подгруппа. Давайте ближе к делу. В какой-то серии мы как-то ходили. И там был скелет в золотых доспехах. И Антоха подумала, что это Димон. Мы еще говорили, что... Ты что, опять тут? Все. Блин, Димон тут сильно борзел. Да, это собака твоя борзела. Все, пусть она тут... Точнее, пусть у тебя там на законе... Сколько там? Я насчитал. 11 собак. Вот пусть они там и сидят. Так вот, когда мы этого скелета видели, И Антоха подумал, что это Димон. Мы еще прикалывались, что... Димон когда-то превратится в такого бездушного скелета. И буду жить вечно. Больше чем плот... Плот с плотями, с плоти. Вот он уже превратился в него. Да. Вот его душонка и вылезла наружу. Зато я какой... Какой плохой. У меня там лава внутри. А Антоха превратился в кого-то четкого пацанчика. Да. Точнее, не совсем четкого. В какого-то Эмма пацанчика. Что, Эмма? Просто пацанчика обычного псоса. Стретий статистический затрон. Ну круто теперь все различаются. Прикольно даже. Так. А, ну во-первых, какой уровень? У меня тридцатый. О, у меня тридцать первый, ё-моё. У меня двадцать второй. У меня тридцать первый. Это хорошо, что я собаке навалял, и она сразу понят, что хозяин. Я пойду набью на коровах левел. Мне надо тогда штанишки свои, да? Да, ты разочарываешь штанишки. Антоха, ты разнимешься. Вообще, с добычей. Это да, круто. Только ты их размножишь. Ого. Какая песенка. А у кого? У меня. Иди в зам. Иди, ладно. А кто-то песенку выключил, а? Сейчас, сейчас, я хочу на начало поставить. Сейчас, я мечу. Вот он. Прикольная песенка, я же громче прям взял. Ты где? Иди сюда. Я? Да. Сейчас пойду. Я пошел зачаровать. Сейчас, я тоже. Кстати, я не знаю, что зачаровать. Наверное, я книгу зачарую. Потому как... Кирки довольно расточительно зачаровывать. Ого. Все, я нажимаю. Ну, давай. Алмазные штанишки? Да. Защита 3, прочность 3. Ну, нормально, в принципе. Ого, сколько книг тут. Сейчас я книгу зачарую. Так, книга на тридцатку. Ду-ду-ду-ду. Хоп. Прочность ты, ё-моё. Так, а зачем ты книгу зачаруешь? Нам надо броньку испускаться, нагибать сушителя. А пока... Там надо, во-первых, черепа набить, чтобы его призвать. Пока мы их набьем. Так, шлемы и ботинки надо делать. Где алмазы? Алмазы там в сундуке. Надо... Да что ты, 16 так мало? Да, прочность 3-то, конечно, фигня выпала. Надо два шлема сделать с алмаза, да? Ого, сколько тут. Надо с алмаза два шлема сделать, да? Да что? Сейчас я посмотрю, сколько. Ну, мне и Антону. Ну, да, два шлема и двое сапог. Так. Пока шлемы. Так, диверс, так и не вижу. Сколько, кстати, там всего у нас алмазов? 16 мало. Да, мало. Нам надо будет как-то спуститься в подземелье. Всё, два шлема пока делаю и 6 алмазов пока на запасе. Понял? Угу. Ну, жители под домиком побежали. Понял, Тоха? Твоё левое, моё посредине. Ооо, я нашёл жителя, который уголь покупает. Хорошо. Уголь покупает. Кого? Уголь покупает. У нас угля до фигищи. Сейчас я принесу ему уголь. Наконец-то мы можем спыть его. Спыть краденые. У нас там тонны, да, вагоны. Это интересно, казалось бы, взаимодействия никакого нету с сервером, но всё-таки есть. А, да, он есть. Он нет, он есть. Опа. Всё, выторговал. Весь уголь. Пузырьки, звёздочки пошли. И шо, и всё, что-нибудь? Чё, это мало там, да? Чё, у неё даже ничего не открылось. Может, ещё? Вот, не идёт. Не, вроде всё. Весь уголь выторговал, и даже ничего нового не открыл. Э, шо ты делаешь? Что-то я тебе тут набиваю левел, ты. Ну, что же поделать? Обалды. Да что ж такое? Иди сюда, скотина. Ух ты, я все глаза Айндора выторговал. Ничего себе. Ё-моё, как тут тесно. Они все в этих домиках скучковались, а в ту часть деревни не хотят селиться. Сырую курятину здесь покупают. Золото. Это конкурент Димона. Ого, сколько тут. Железо покупает. Но это нам всё не нравится. Один житель даже в домик ночью не зашёл. Ему не страшно. Ты же такая толпа, что им бояться. Ага, вот как зомбаки сюда попадают, видишь? Смотри. Куда, туда это куда? В загон, к курям. И как они туда попадают? Через верх. Спрыгивают, что ли? Да. Хера себе. А почему они наверху появляются? Не знаю. Там поедит достаточно светло. Они там не должны появляться. Ну, появляются. Надо факелов там побольше поставить. Ого. Они вообще оборзели. Смотри. Нагрызаются, на меня дерутся. Хотя, может быть, они, я не знаю. Может, они в дождь появляются там. Потому что до этого дождь шёл. Да, угля вообще немного удалось продать. Что у нас тут? У нас в печах ничего не жарится. А, ну и понятно, у нас нету лавы. О, смотри. В золотых тут появился. Антоха, слева. Слева сейчас тебя укусит. Видишь? Золотых. Что за ботва вообще? Не знаю. А где они появляются? Они прямо там появляются? О, 12. У тебя что, уже десятка? У меня, да. Уфигаси. Окей. 29. Ух ты, это кантошки-то на чуть-чуть. О, Господь, куда гнилой плоти. Это помочился. Блин, что я делаю? Курица, этот... Курица и курицу кормля. Ох, ничто, я в золотых доспехах там... Что, опять? На плантации, а с чем это он? У нас с каким-то листочком. Все, отрицатель. С шерстью, ни хера себе. Тут у него шерсть. Блин, гад, он топчет весь урожай. Я вообще не помню, что они здесь появляются. Кстати, урожай... Правила игры изменились, детка. Надо урожай собрать. Теперь они появляются. Где им вздумать? Я думал... Надо будет как-то усилить здесь... Опа. А, я понял. Они через сундук. На сундук становятся и заходят в загон. Да. Ну, то, что они в этих загонах, это ладно. Но то, что они в загоне с пшеницей, это довольно странно. Так, ну я эту самую. Шлем зачаровываю. Бумазный? Да. Ну, давай. Во, видео появился. Смотри, справа возле курятника. И в курятник упал. Защита 3, прочность 3. То же самое, что у Димона. Это ты что, зачаровал? Шлемик. Правильно. А я сейчас два меча железных зачарую. На единицу. Так, значится. В принципе, мы уже... Ну, теперь собираемся к похуде. Две пары ботинок и шлемы зачаровать осталось. И все, мы готовы. Но мы уже будем выдвигаться туда. Вы собираетесь, берите нужные вещи. Куда туда? В Нижний мир. Да ладно. Потому что иссушителем мы можем. Да, мы сейчас шлепнем иссушителя. Ну, мы не шлепнем, мы будем... Мы шлепнем иссушителя. Черепа надо сначала набить. Мы шлепнем иссушителя. Какие черепа? Со скелетов иссушителей. И с их помощью можно призвать большого иссушителя. А его можно в верхнем мире призывать, да? Да, насколько я знаю, в верхнем. И так, наверное, мы и будем делать, потому что... Надо сделать большой загон, чтобы он никуда не убежал. Да, даже не то, что загон. Клетку. Потому что он летать умеет. Ничего себе. Ай-яй-яй. Подожди, так, надо... И через баянисты расстрелять его? Да, вот. Можно и так, но проблема в том, что... У него по столько половины жизни снимаешь ему... Вода, вода. Он остановится... У него иммунитет появляется от стрел. От... А так, с расстреляем. Яйцами закидаем. А яйца его... Ничего ему не снимают. Это у дракона края они отнимают. Так, еще я пришел. А если его сбросить в лау? Не, он не горит. Хм. Тем более, с него должна выпасть звезда. А если затопить его? Тоже ничего, по-моему. Если его как бы в стеклянную, в колбу и заполнить водой? Ну, не, скорее всего, ничего. Во-первых, он большой. Скорее всего, просто он будет блокировать поток воды, как... Какой-то блок. Угу. Понял. Его только мечом придется рубать. А, и зельями тоже можно. Только лечение. Зарюбными. Зельями лечения. Лечение. Потому что урона его хиляют. И, кстати, он сам по себе... Подожди, а где моя... Меч какой-то мне нужен. Он сам по себе хиляется, да? Да, у него регенерация. Он сам по себе хиляется. У меня. У меня твой меч, держи. О, кстати, меч на добычу. Давайте... Мне? Нет. Он же Димона меч, пусть у него будет. Это мой меч. Ого, какой он под... Под это... Он уже тупой. Ну и да ладно. 5% сесали, блин. Ничего, мне не 5%. Здесь где-то процентов... 70 осталось. Ну, это... Если Димон, то ты им тогда рубай всех скелетов-иссушителей. Правильно. И надо запасные мечи. И фритов тоже. Выберите тоже алмазы-мазы-мазы. Берите алмазные мечи. Берите алмазные мечи. Берите алмазные мечи. Берите алмазные мечи, говорю. Берем. Вот мы берем супер мечи. Антоха, держи меч. Димон, меч. А ну-ка. Нет, бери прочность 4, острота 4. Это мой. Это мой. Антоха, вон посреди комнаты лежит. Что это? Что это? С небесной карой. Это то, что мы... с книг которые в гробнице нашли они вот мой меч на 12 урона а это на 7 острота не нужно там там небесная кара нужна в нижнем мире короче возьми два поэкспериментировать надо пошутом экспериментировать небесная кара напротив снежисти и сушителей всего такого острота это больше для верхнего мира я так что антоха бери на небесную кару будем карать на токар доходить из загрязи на зону так они тоже как ниже считаются все поехали я готов почти или не почти нет не готов я уже как-то ходил с каким-то местной кары в нижний мир то свинозамбарь там по моему с одного из двух ударов загибался а я выложу карты все там не нужны компас составлю на всякий ага надо блин надо сделать сундук эндора во-первых во надо там у меня в сундуке края лежит еще обсидиан надо иметь с собой обсидиан шуб если шо сделать рамку портала и вернуться обратно ты думаешь нас наступит такой момент нам нужно бежать туда сломя голову туда это куда в нижнем мире ну просто если мы заблудимся то единственный вариант будет это через рамку вернуться и забирайте ведра а я еще беру зелья не стойкости одно взрывное а вы берите каждый по лечебному зелью взрывному и скорости тоже нормально надо брать длительный длительная которая скорость которая второго уровня скорости то не надо брать у нас там позитив какое взрывное лечебное зелье и мгновенное лечение 2 да мгновенное лечение 2 это чтобы у каждого было и скорости на 6 минут тоже каждый возьмите по одному я беру кстати у нас нашла огнестойкости только 1 или ты антоха взял что я ничего не брал вообще огнестойкости зелья а тут где-то лежали вот тут лежат какие-то взрывное отравление зелья вреда не это где ты их нашел там где плоти а там где плоти то по моему то не трогайте их это для похода в крепость пусть они там лежат надо сменить бронь правильно да броню желательно сменить я не знаю правда стоит ну да надо наверно весь комплект одевать потому что там будет довольно опасно кстати димон у тебя ботинки на неупорность их в верхнем мире не носите которые железные или какая-то хотя лопаты лопаты но и достаточно будет кирок до киркинар надо взять каменные и луки берите самые крутые кстати уже взяли и так их там у нас же было как еще кроме моего два лука на силу 4 вёдра все взяли а счастье молча я взял я секунду и показаний а где каменные кирки внизу подвале понял за для нас время серии подошло к концу как раз мы ее закончим нужно перед ходом портал музыка такая подготавливающая жрачки тоже возьмите взял уже ведро с водой оно там не понадобится молоко можно куда молоко там понадобится когда и сушитель бахнет даже наверно 2 интересно с водой надо вылить его еще все у меня два ведра с молоком аналогично топор там не понадобится хотя не может понадобится но всякий случай оставлю пусть будет опа скорость ого это и скоростной так ну вроде как все развешу у вас сколько ведер с собой два 15 15 до у меня 4 возьмем только одно я сейчас тогда сделаю еще не надо ехать не надо хватит не трать железо ё-моё ладно тогда выдвигаемся к димон зачем ты в золотых этих лучше железный день опашу это тут лежит такое и так вот прямо наверно здесь перед входом мы остановимся пока не заходи в портал и так эту серию мы завершаем всем спасибо что смотрите и до встречи в следующей серии всем пока всем пока всем пока